Ну, не могу сказать глубинки, но в станичной школе были такие фантастические учителя, которые преподавали на высочайшем уровне. Нельзя жаловаться, нельзя бояться и нельзя ныть. Он говорил, у нас тогда или ума не хватало, или денег. Вот, говорит, пришел Щелка Аграхим и дал нам ума и денег. И поэтому получились результаты. Поэтому, если у тебя есть один доллар, то он твой. Если у тебя 100 долларов, то они тоже твои. И тысячи долларов твои. Но если у тебя миллион долларов, или там 10 миллионов долларов, то они уже не твои. Это значит, тебе государство доверило ими управлять. Вот это, наверное, не единственное, когда меня сводит, но это то, что я запомнил из себя. Привет, это Агроменеджеры. И я могу сказать однозначно, тебе повезло. А знаешь, почему тебе повезло? Потому что я сегодня снимаю интереснейшее интервью. Как пройдет это интервью, я не знаю. Чем закончится, я не знаю. Я знаю лишь одно, с кем оно будет. Оно будет с генеральным директором Щелкова Аграхим Каракотовым с Алисом Добаевичем. И самое главное, в этом интервью я постараюсь открыть вам нового с Алисом Добаевичем. Того, кого вы еще не видели. Получилось у меня или нет, скажите в комментариях или поставив свою оценку. Да, нет. Я постарался сделать этот выпуск. Старался я не один. С Алисом Добаевичем тоже старался. Поэтому смотрите выпуск. С вами Агроменеджер. Меня зовут Илья. Это диалоги. С Алисом Добаевичем, вначале хотелось бы сказать такое устойчивое, крылатое выражение и спросить вас. За каждым великим человеком, как говорят, стоят великие учителя. Кто ваши учителя и чему они вас научили? Действительно, у каждого есть этот бэкграунд. И, конечно же, я часто вспоминаю, но чаще всего и в первую очередь я среди своих учителей, конечно, я вспоминаю учительницу русского языка и литературы, которая преподавала мне этот великий и фантастический, и удивительный язык. И когда я читаю книжку художественную или газету, или научную какую-то литературу, или сам что-то пишу, я, в общем-то, поражаюсь тому, что это этим языком, этим языком можно освоить и передать все, что нужно человеку для жизни. Вот это вот важно иметь в виду, когда говоришь о учителях. И эта учительница, которую я помню до сих пор, Коммунара Николаевна Ивлева, которая преподавала язык нам, русский язык и литературу, и, конечно же, другие учителя, я помню, хорошо, учителя физики, учительница химии Лидии Васильевны Киселеву, более того, и учителя немецкого языка Игоря Васильевича Воропина, который преподал немецкий язык. Вообще говоря, удивляюсь, что в этой далекой достаточно отсюда, ну, не могу сказать глубинке, но в станичной школе были такие фантастические учителя, которые преподавали на высочайшем уровне. В особенности, конечно же, я отмечаю русский язык, учительница, которая преподавала нам прелести стихотворного слога Пушкина. Этот трагизм, вот именно стихов Лермонтова, конечно же, очень мне запомнилось, когда она рассказала про нигилистов, описанных Иваном Сергеевичем Тургеневым, на родине, на которой мы находимся. Я хочу сказать, что, наверное, это учителя именно школьные, которые закладывают огромный... Этот фундамент. Этот фундамент. Вот так можно сказать о наших учителях. А если вот такой с подковыркой двоякий вопрос, а какой главный урок в жизни вы получили? Вы можете сказать? Главный урок в жизни мне преподавал отец. Он мне говорил, никогда не жаловаться и никогда не ныть. И мой отец не терпел слабости. И это было видно по нему, потому что он стоически, в общем-то, переносил трудности, которые в его жизни были. Он был фронтовик, воевал под Сталинградом и повидал, наверное, немало. И он был 22-го года рождения. Соответственно, он прошел войну с 40-го, призвавшись в армию, и до 44-го пока его не демобализовали. Но я хочу сказать, что главный урок в жизни преподавал отец, который говорил, что нельзя жаловаться, нельзя бояться и нельзя ныть. Вот это было главное. Поэтому вот я следую этому уроку. Это как девиз прям даже получается по жизни. Салис Добавич, когда мы говорим о науке, мы тоже касаемся и знаний. А вот на ваш взгляд, каким знанием человек обязательно должен его освоить и обладать в жизни? Вот есть такое знание? Да. Вот я себя считаю неплохим химиком. Скажем так, химиком лабораторным и химиком производственным. Потому что институт, в котором я учился, он, конечно, давал фантастически полезные знания. Я часто себя ловлю на мысль, что практически все, что нам преподавали, пригодилось в жизни. Начиная элементарно от знаний химических, там А плюс Б равняется С, и заканчивая экономикой химической промышленности. И в особенности сейчас это важно. Поэтому знания, в общем-то, те, которые нам преподавали, пригодились все. Какими должен человек обладать знаниями для того, чтобы он мог их применить? Собственно, он должен обладать знаниями, те, которые ему нужны, в первую очередь. Например, часто бывает так, что человек закончил нынешний университет химический и пошел становиться блогером. Вот зачем, спрашивается, ему нужны были эти знания? Может быть, надо нам создавать институты, в которых бы выпускали блогеров? И вот это вот мне непонятно часто. Или, например, он закончил агрономический факультет, получил диплом ученого-агронома и пошел заниматься элементарной торговлей чем-нибудь. Это тоже неправильно. И, следовательно, знания те полезны, которые тебя влекут в дальнейшем, используя их в своем развитии, в своем действительно жизненном пути и в обеспечении себя дальнейшей жизнедеятельностью. Вот такие знания нужны. Сейчас, сейчас, я не хочу, например, гружать, потому что и сейчас хорошие знания преподают, и я свой Менделеевский институт хорошо знаю, и там серьезные готовятся специалисты. Но я просто вижу, что не все, которые заканчивают. Если в те времена, когда мы заканчивали, это были конец 70-х годов, мы шли в научно-исследовательские институты или в мощные промышленные предприятия, то сейчас, наверное, ну, я не наверное, а я точно знаю, что половина народу, по имеющей мере, не стремится продолжать свое профессиональное образование. А, то есть идти дальше. Своим профессиональным трудом. Вот тогда возникает вопрос, какие знания нужны. Наверное, нужны какие-то особые знания для того, чтобы человек не отошел от полученного образования в сторону для превращения себя в блогера или там продавца чего-нибудь или вообще какого-нибудь бездельника. Вот это вот важно. Салис Дабач, мы начали с учителей, вы были учеником. А вот такой вопрос. А кого вы можете назвать своими учениками? Вот, то есть вы были учеником. А есть ли такие люди, кого вы можете назвать своими учениками? Я вам скажу, что когда я уже сам участвовал в аспирантории, у меня было много дипломников, которые выполняли дипломную работу под моим руководством. Я их знаю, те, которые потом защитили диссертацию и работают в области химии. И это, конечно же, те ребята и девочки, которые выполняли дипломные работы, они и поныне работают в сфере химии. Вот. Что касается, например, сейчас я уже, в общем-то, по возрасту весьма почтенного возраста человек. И вот в конце прошлого года мне исполнилось целых 70 лет. И можно было бы сказать, что у меня, наверное, есть те люди, которые чего-то, чему-то у меня научились. Я хочу сказать, что это те ребята, которыми мы, которыми мы внедряли в нашей стране доверие к российскому всему, что связано с защитой растений. Это, конечно же, наши консультанты. Это те, перед которыми я много презентаций делал, выступал, рассказывал, как хорошие препараты действуют, как отличаются они от других. Это, конечно же, десятки наших ребят, которые работают ныне с нами. Это, конечно же, те ребята, которые работают в лабораториях нашего научного центра. Конечно, и я могу сказать, что даже некоторые мои замы могут, я могу считать себя учителем в определенном смысле. Но в большей степени это те люди, которые несут, собственно, мои переданные знания в создании продуктов и систем защиты по всей нашей стране. Здесь можно сказать, что я даже могу считать, что и ты, мой дорогой, уважаемый коллега, и тоже мой ученик в определенном смысле, потому что ты действительно уверенно поверил в то, что ты делаешь и можешь делать, используя инструментарий, который создавался, конечно же, с моим, собственно, таким профессиональным участием. Поэтому много учеников. Хорошо. Вот иногда я вспоминаю, значит, даже наш директор хозяйства нашего в Орловской области, где мы находимся, когда у него пошли первые замечательные результаты, когда получились первый раз урожай на 7, это был 2009 год, и тогда губернатор тогда же не спрашивает, «Слушай, вы раньше-то не могли это получить?» Он говорил, у нас тогда или ума не хватало, или денег. Вот, говорит, пришел Щелково Аграхим и дал нам ума и денег. И поэтому получились результаты. Поэтому и такие бывают случаи. Надо здесь исходить из того, что все, что мы умеем делать, и создаем в лабораториях, в производстве, в цехах Щелково. Оно приходит сюда, в эти наши бескрайние территории страны, и там нужны те люди, которые донесут это до действительно правильного применения, наши продукты, наши семена, кстати сказать, да, и дадут им жизнь. Вот они все являются, я считаю, моими учениками, потому что я у многих старше и, наверное, набрал больше денег. Салис Давыдович, спасибо от меня лично за теплые слова. Такой вопрос. Уже более в сферу бизнеса, но продолжая наш разговор, а что выберете вы? Вот с кем вам удобнее, лучше работать? С эффективным менеджером, который гарантированно будет приносить прибыль, доход или с единомышленником, но доход не гарантирован. Вот что выберете вы? Я вот для себя давно уже решил, что, ну, по меньшей мере, работая уже 25-26 лет в Щелках Аграхим и все время работаю директором, я видел многих людей и огромное количество, конечно же, человеческих историй, судеб. И мне приходилось как-то наблюдать за этой большой, действительно, историей нашего предприятия через тех, кто рядом находится. Ну, и не только наши, с нашими сотрудниками, но и с компаниями, с которыми мы работаем. Конечно, конечно же, если смотреть утилитарно просто, то вся наша деятельность, труд человеческий направлен на создание элементарных материальных благ. Но мне интересно с теми работать, кто испытывает восторг от того, что он видит на поле, да, например, видит результаты или это семена, которые... Вот я сам, конечно же, увлечен последние 15-20 лет и кроме химии и селекции, именно с точки зрения, чтобы доказать, что мы можем, да. Мне нравятся те люди, которые испытывают восторг от того, что они видят на поле, видят в лаборатории, да. Вот когда получается результат, например, не получается сложный продукт, мне как-то года два назад пришлось недели две самому в халате ходить в лаборатории и создавать препарат совместно с нашими сотрудниками. Я видел, как они это вот увлечены делать это вместе. А другой вопрос, когда ты видишь людей в регионах, это наши руководители, как твои коллеги, руководители представительств, или наши агроконсультанты. И там есть у нас, конечно же, эффективные менеджеры, которые тоже профессионально в нашем вопросе разбираются. Но те, которых тянет все-таки увидеть своими глазами на поле, посчитать размер колоса, или взвесить корнеплод, или увидеть, например, в подсолнечнике какое-то отличие наших от чужих, вот такие люди, они, конечно же, это мои. Если мы говорим про людей, я вам еще хочу, знаете, какой вопрос задать? Вот в Щелково с дочерними предприятиями, по-моему, больше трех тысяч сотрудников, да? Это три тысячи семей. А каково вам осознавать, что помимо этого, фактически в каждой буханке хлеба, да в любом продукте, который есть, есть только вашего участия личного, потому что наша компания, которой 26 лет исполняется, она напрямую ассоциирует с вами. Это уже даже не тысячи людей. Это миллионы людей, к которым имеете отношение. Вот как с такой ответственностью вам вообще живется? С такой ответственностью очень радостно. Почему? Потому что, когда ты видишь, что ответственность твоя, она действительно приводит к полезному положительному результату, то есть ответственность, что это означает? Что ты что-то сделал, и ты отвечаешь за последствия. То есть это значит, что хлеб, который выращен из твоих семян, хлеб, который вырос при помощи защиты растения, твоими средствами, защитой, твоими технологиями, это те, в общем-то, урожаи, которые убрал комбайн и донес до, конечно же, до стола, до прилавка. И когда ты видишь, что, ну, примерно там, предположим, там пятая часть хлеба российского под той защитой, сейчас уже много объемов выращены, значит, сахарной свеклы выращены из твоих семян, то ты понимаешь, насколько это, в общем-то, здорово видеть результаты твоей ответственности в таких, конечно же, уже практических делах. Конечно, масштаб нашей компании, он не маленький, ты здесь совершенно прав. Вместе с нашими сельхозпредприятиями, в которых 230 тысяч гектар земли, вместе с людьми, которые там работают. Вот я только вчера вернулся из Оренбургской области, где проходил День поля, и общаясь с губернатором, я убедился, насколько действительно признательно относятся регионы к нашему влиянию на развитие региона по сельскому хозяйству. И в особенности в таких сложных местах, как засушливые регионы Оренбуржья и прочее. Так я хочу сказать, что, конечно, вот наши люди, которых около 3000 человек, может, чуть больше, и наши сельхозпредприятия, и наши химические производства, и не только в России, но также и в наших братских республиках, государства в Казахстане и Узбекистане, это, в общем-то, реализация наших возможностей и реализация и возникновения новых ответственностей. Там, где мы, человек, где бы он ни появился с каким-то деловым участием, он уже должен думать о последствиях. Слава Богу, у нас последствия всегда положительные, можно даже сказать радостные. Как правило, мы видим высокие урожаи с нашим участием. Вот, пожалуйста, в этом году, в июле месяце, в Краснодарском крае с нашим участием был установлен рекорд уборки в Краснодарском крае. Вот сейчас я вижу, наши новые сорта озимой пшеницы в Оренбургской области дают выдающиеся результаты. И это все, в общем-то, исполнение наших ожиданий и ответственность наша за эти результаты. Поэтому приятно, конечно, ощущать, что мы являемся элементом, или я бы сказал так, российским аргументом экономики. И здесь, надо прямо сказать, что в этих вопросах мы уже как предприятие сами себе непринадлежимость принадлежим в стране. Знаете, дорогие друзья, мне понравилось одно такое выражение, оно американское. Они большие прагматики, у них, в общем-то, сантиментов мало, и к ним иногда стоит прислушиваться. И один экономист выспел таким образом. Надо понимать, что если у тебя есть один доллар, то он твой. Если у тебя сто долларов, то он тоже твой. И тысяча долларов твоих. Но если у тебя миллион долларов, или там 10 миллионов долларов, то они уже не твои. Это значит, тебе государство доверило ими управлять. И поэтому мы ощущаем себя уже действительно частичкой экономики большой страны, и нам дали такую возможность в этом участвовать, этим управлять. Поэтому я лично ощущаю, глядя на наше участие в экономике, в сельском хозяйстве нашей страны, я ощущаю ответственность. И, конечно, огромную удовлетворенность. И это правда. Александр, давай еще. Финальный вопрос. Ваши заслуги приздают все, даже наши конкуренты. Государство часто отмечает вас с оградами. Вот в мае как раз получили. Вопрос такой. Я говорю про критику, а вот если мы говорим похвалу, чья похвала для вас дороже всего уже? Вот именно поздравление или похвала, которую вы получали в свою жизнь, которая дороже вас и запомнилась больше всего? Знаете, у меня была очень удивительная мама. У нее вместе со мной было 6 детей. И я, она больше 10 лет назад ушла из жизни, я к ней приезжал часто. И она уже меня в достаточно зрелом возрасте впервые похвалила. Да. Впервые? Да. Когда мы были маленькими детьми и воспитывали, а поскольку у нас было 6 лет, она никого никогда не хвалила. Она требовательно и так, в общем-то строго достаточно относилась. И когда я уже стал взрослым, то она к ней похвалила, и я прослезился. Вот такой момент был, мне больше 10 лет назад. Вот это единственное, наверное, не единственное, когда мне с вами, но это то, что я запомнил из себя. На такое признание. Это честно. И я об этом вспоминаю часто. Салис Добавич, вам огромное спасибо за честные, откровенные ответы. Я надеюсь, что мы смогли показать нашим зрителям вас, наверное, с другой стороны, не как обычно, как вот с трибуны, с какими-то презентациями об экономике, а именно как человека, как патриота, как гражданина нашей страны, который ответственно относится к тому делу, которое делает и учителя для нас всех. Мы все дети великой страны, мы ходим по этой фантастически, замечательной земле. И, конечно же, мы все плоть от земли российской. И мы должны быть понятны и доступны, собственно говоря, поэтому нам с тобой легко разговаривать. Ну, мы и будем. Спасибо большое, Салис Добавич. До скорых встреч. Ну, мне только сейчас хлопушки не хватает. Ну, значит, словами. Стоп, снято. Говорить о том, что прошло интервью, хорошо или плохо, судить только вам. Как судить? Правильно. Комментарий, подписка, лайк, дизлайк. А это были Агроменеджеры. Подписывайтесь на наши соцсети. YouTube продолжает замедлять, поэтому Яндекс.Дзен, сообщество ВКонтакте, также сообщество Битарен. В общем, с вас подписка, с меня хорошие выпуски. С вами был Илья, команда Агроменеджеров. Это были Диалоги.